Мирзанур Ахмадишин Надежда Краснова получила по почте заочное решение суда, согласно которому она обязана демонтировать непроектную крышу и заплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Владелица квартиры на пятом этаже намерена обжаловать решение. Ведь, по словам собственницы, ее даже не известили о дате слушания. С крыши раньше все-таки тоже воры лазили. Сколько было таких случаев? По дому тоже много. А как давно вы этот козырек? Вообще балкон остеклили? Ой, это давно уже, около 30 лет, наверное. Александр Денисов купил квартиру в этом доме пару лет назад. Никаких проблем с документами не было. А сейчас вдруг выясняется, что крыша установлена самовольно, а значит незаконно. При этом сами коммунальщики ведут нечестную игру, говорят жители. В узковом заявлении там же они прикладывают документы. Приложили договор и даже подписи, ни числа нету его. Тоже считаю, много чего они подделываются. Представители жилищной организации заявили, демонтаж балконных козырьков затронул не только жителей 49-го комплекса. Борьба управляющей компании началась дома 5107. Прошлой зимой здесь произошел несчастный случай. На женщину, которая проходила через арку, упала глыба льда. Пострадавшие владельцы балкона выплатили компенсацию за полученные травмы. А по решению суда крышу пришлось демонтировать, сообщили в управляющей компании. Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, коммунальщики решили действовать. У нас по 49-10 полностью весь дом. Пятые этажи, там 4 подъезда. И по 51-07 тоже 6 исков. Поэтому по всем искам решение уже есть. Будем производить разборку этих балконов. Мы смотрим именно там, где расположены балконы, в местах тропок, где люди ходят под балконами. Вот эти, под этими балконами, значит, мы тоже подали в суд. Между тем, жители дома 4910 заверяют, никаких тропок под их балконами нет. Поэтому люди просят управляющую компанию пересмотреть решение о демонтаже. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Продолжение следует...